Астана настаивает на тщательном расследовании убийства казахстанских подростков в США. Это дело Митреспублики держит на особым контроле. Но я напомню, двух юношей застрелил отчим. А наша съемочная группа сегодня побывала в том самом детском доме, где ребята воспитывались до того, как их усыновили американцы. Щучинский дом ребенка открылся сразу после войны, в 45-м. Дети здесь особенные, многие из них с тяжелыми диагнозами. Проблемы со здоровьем были и у Тори и Куина. В 2002-м их звали Тимур и Дамир. Особенно мне Тимур запомнился. Он такой мальчик был, ну, чистоплотный, такой, как интеллигентный рос ребенок. И Дамир, и Тимур очень были веселые, жизнерадостные дети, хорошие такие. Особенно Тимур был таким любознательным. Тимур практически не видел, а Дамир плохо разговаривал. В Казахстане их никто не хотел усыновлять. Семья Карлсон из Америки произвела тогда благоприятное впечатление. Сотрудники вспоминают отца, усыновившего в Ланах детей. Это был прекрасный человек, спокойный. Детей увезли за океан. Поначалу все было хорошо, но когда приемный отец умер, начались проблемы. У второго мужа Ланы Карлсон предположительно были отклонения в психическом здоровье. Но органы опеки в Казахстане об этом не знали, так как перестали получать отчеты о жизни семьи. Мы, казахстанская сторона, придерживаемся позиции, что мы должны получить отчеты на всех усыновленных детей гражданами Америки. И после этого только будет возможным рассматривать вопрос о возобновлении и усыновлении американцами. Четыре года назад усыновление детей американцами было приостановлено. Сейчас судьба более чем 200 воспитанников детских домов из Казахстана в Америке неизвестна. На государственном уровне разрабатывается новый закон по защите прав детей. В нем будут учтены необходимые юридические правила. Там в целом рассматривается комплекс вопросов. Это и по защите прав детей, и по обязанностям других граждан, родителей. Гражданам, желающим усыновить, они могут при регистрации в этой базе данных, они могут иметь возможность выбрать ребенка самостоятельно, то, что им предложат. В прошлом году в стране было всего 78 случаев усыновления малышей иностранцами. В Чеченском детском доме сейчас 41 воспитанник. И каждого из них уже ждут в казахстанской семье. Назар Ахмаров, Мирамхан Успанов, МИР24. При этом, как заявили в Госдепартаменте США, убийство подростков будет расследоваться только местными полицейскими. Привлекать более серьезные ресурсы американцы не планируют. Об этом пишет РИА Новости. Редактор субтитров А.Семкин